Всем привет! Еще раз пару слов, хоть и сказал, сказали за меня. Меня зовут Александр Блинцов. Я курирую сообщество по Unreal, uengine.ru, внизу ссылку можете видеть. И также на данный момент являюсь программистом над MMO-проектом Project Genome. Презентация наша будет про оптимизацию проекта на Unreal Engine 4. По большей части я хотел бы затронуть именно оптимизацию графики. И, к сожалению, код я не смогу много затронуть, ну так по-быстрому, из-за того, что у нас просто ограничение во времени. Ну и также я рассмотрю, покажу пару инструментов профайлинга, опять же, по большей части для графики, ну чтобы вы могли просто узнать, грубо говоря, где у вас слабые места в вашем проекте, и уже смогли, соответственно, эту часть оптимизировать. Ну давайте в первую очередь поговорим про главные принципы оптимизации, о которых нужно просто думать в каждую секунду разработки вашего проекта. Ну, если вы могли уже прочитать, главный принцип – меньше ресурсов на тот же самый результат. Это, в принципе, и есть суть оптимизации, не только, в общем-то, это в играх, но и везде. Да, ну и, соответственно, в играх конкретно вытекают следующие у нас пункты. Да, замена дешевыми аналогами. Здесь у нас как раз есть простой пример, справа изображение. Мы используем тот же самый результат. То есть, да, вы можете даже поиграть здесь в игру «Найди 10 отличий», но при этом в первой картинке 63 тысячи полигонов, в нижней у нас 15 тысяч. То есть, естественно, работать нижний вариант будет быстрее, но при этом вы получаете то же самое. То есть это и есть замена дешевым аналогам. То есть, грубо говоря, разная моделька, но выглядит точно так же. Следующий пункт использования фейков. Вообще игровая индустрия, она вся держится на фейках. То есть, ну, в играх, на самом деле, я не знаю ничего, чтобы было действительно как в реальности. То есть почти ничего такого нет. То есть даже если выглядит действительно картинка очень реалистичная, но реализма вы не найдете, если углубитесь. Соответственно, ну, я не знаю, если проводите пример, я думаю, кто уже в этой индустрии понимает, что такое фейк, но если кто, грубо говоря, давайте я приведу пример, да, у нас есть лучи, скажем, света, которые попадают в огонь, извиняюсь, в окно, и этот засвет нужно видеть со стороны. Соответственно, частицами это не сделаешь, каким-то туманом это может быть дорого, с шейдерами это долго делать, да, и, соответственно, просто берем плашку, накладываем в нее прозрачную текстуру и получаем тот же самый эффект. Вот как бы есть суть фейков. Ну, следующий параметр удаления того, что не нужно, не критично. В общем-то, следите за тем, что вы вообще, ну, делаете на сценах и в коде. Если у вас есть какая-то вещь, которая для игроков, например, вообще совершенно не играет никакой роли, вероятно, ее можно просто удалить, соответственно, чтобы она просто у вас не занимала никаких ресурсов в вашем проекте. И достаточно главный параметр, последний, извиняюсь, пункт последний, о котором очень многие забывают почему-то, это учитывать внимание игрока, это очень важно, особенно когда у вас есть, например, линейный проект. Да, то есть когда у вас игрок, в принципе, бежит по коридору, он видит определенные вещи, вы уже заранее продумали, что он будет видеть, в какой момент. Соответственно, все остальное, да, оно, конечно, тоже может быть красивым, но постарайтесь это просто вот по минимуму просто, точнее, по максимуму оптимизировать, чтобы это просто, ну, в любом случае это не попадет в кадр в 80% случаев. Да, если, конечно, у вас там, я не знаю, игроки, которые со снайперским преселом бегают и рассматривают просто каждый момент игры. Есть еще одно негласное правило, такое в оптимизации, оно скорее больше с опытом приходит, но я все равно расскажу про него. Оптимизация, во всяком случае, в игровой индустрии, это не совсем меньше ресурсов на тот же результат. То есть это действует не всегда. Что действительно нужно делать, это искать идеальный баланс между ресурсами. То есть, ну, у нас, конечно, дальше будут примеры, я поясню, но даже не знаю, какой быстрый пример сказать. Ну, давайте скажем, что вы можете просто заострить свое внимание так сильно на определенном пункте, например, у вас там избыток текстурной памяти, да, текстур слишком много, у вас все глючит. Вы можете настолько оптимизировать вот этот аспект вашего проекта, что у вас просто другая часть, она станет настолько неоптимизированной, что вы сделаете только хуже. То есть вам нужно вот еще всегда искать какую-то вот такую точку, которая, грубо говоря, получит вам самый высокий FPS. Куда я туда нажал? Оптимизация графики. Давайте перейдем уже конкретно к нашей части, к нашей графике, да, и к нашему инструментарию. А графика оптимизируется, в общем-то, ну, я не знаю, на любом объекте, неважно. То есть это модели, текстуры, это частицы, шейдеры, это само освещение на сценах, это, не знаю, грубо говоря, обрезать, где не видно, где видно и так далее. Ну и, соответственно, также не забывайте про то, что, вероятно, в вашем проекте, ну, если, конечно, это не мобильный консольный проект, будут настройки графики или какие-то, ну, разные консольные команды, которые будут у вас просто выдавать различную графику. То есть, да, это тоже нужно учитывать, не нужно бояться, не нужно пытаться сделать, чтобы у вас там на минималках было прям вообще все идеально, как, я не знаю, там в Battlefield 1, наверное, да, сейчас самая, наверное, такая по графике хорошая игра, я не знаю, если честно, со мной могут поспорить. Давайте разберемся уже еще конкретнее. Тут у меня есть слайд оптимизации 3D-моделей. Тут, в общем-то, пункты вы все видите. Самый первый – меньше полигонов, лучше. Все это знают, все это понимают. Но вот тут как раз мы и входим вот в это правило баланса. То есть, на самом деле, тут все зависит от вашего пайплайна, так сказать, как вы работаете. То есть, есть некоторые пайплайны, которые подразумевают то, что у вас, например, ну давайте я сейчас, может быть, перескочу через пару пунктов. У меня есть, скажем, детали делать нормал-карты. То есть, грубо говоря, если у нас есть здесь камни, соответственно, представьте, сколько полигонов вам нужно сделать, чтобы реализовать такой рельеф. Естественно, это можно заменить просто нормал-картой. Но тут встает вопрос в том, что, например, таким образом, таким пайплайном вам придется делать отдельную текстуру, отдельный материал, а материал – это обычно 3-4 текстуры, на каждый объект. Представьте, что у вас вообще в проекте тысяча моделей каких-то. И, соответственно, вот вы получите то, что у вас будет огромное количество текстур. И сейчас очень, например, популярен такой пайплайн, когда вы просто уже полигонами делаете, например, какой-то рельеф, делите модель на материалы и просто уже накидываете разный материал. Таким образом вы получаете, скажем, набор из 100 материалов, и при этом эти все 100 материалов и, грубо говоря, 100 текстур у вас на всю игру. Естественно, это оптимальнее. Но вот в данный случай вы упираетесь вот в эти два пункта. Меньше полигонов, то есть у вас их действительно выходит больше, но за счет этого текстур меньше. И, соответственно, вы получаете еще много материалов на каждую модель. Это тоже плохо. То есть стараетесь делать на моделях как можно меньше элементов. Если кто уже разбирается в системе построения статик-мешей в Unreal, те, в общем-то, знают, что такое элементы и материалы. То есть вот, опять же, как раз я говорил про баланс. Здесь нужно найти именно ту самую точку, где у вас и материалы будут оптимизированы, и текстуры, и, в общем-то, геометрия. Ну, достаточно известный способ – это лоды еще. В принципе, про них уже все знают. Здесь, в общем-то, нет ничего такого нового объяснять. Можно даже не объяснять, в общем-то. Единственное, скажу, что лодов тоже много не нужно делать. Ну, кстати говоря, многие новички не знают, что лоды на самом деле работают не по расстоянию от камеры, а именно по размеру на экране. То есть если у вас 100 на 100, ваша модель, у вас один лод, 500 на 500 – у вас другая модель. Соответственно, на каждый, грубо говоря, пиксель и размер на экране не нужно делать отдельный лод. Да, может быть, вы сэкономите на рендере миллисекунду, грубо говоря. Но вы получите просто раздувание оперативной памяти и обработки в процессоре такое, что, в общем-то, лучше я даже говорить не буду про это. Ну, меньше дополнительной информации. Сюда входят меньше UV-каналов, меньше тех же лодов, меньше цветов вертекса. Если они не нужны, их, конечно, меньше в модели не сделаешь, но тем не менее. Ну и может быть, каких-то дополнительной информации. Например, примитива в коллизии тоже. Их много, слишком смысла нет делать. Тем более, что это уже… Ну, это раздел физики уже в играх, но тем не менее. Следующий пункт, оптимизация текстур, я решил сделать. Это очень важный пункт, потому что в проектах очень часто бывает такая проблема, что, во-первых, и сам проект весит много году, и в оперативке, естественно, у вас все это лежит. И сами понимаете, что оперативки тоже не бесконечны у людей, особенно если речь идет о мобильных устройствах, либо о консолях каких-то. Вот, например, наглядный пример, как я работал с нашим первым пунктом. Меньший размер, естественно, лучше. Модельку я сделал изначально под 4К разрешение. И что я сделал потом? Ну, естественно, я увидел, что у нас размер одной модели весит до 85 мегабайт. Естественно, это очень много, так делать нельзя. Да, что я сделал? Я просто поставил стул на минимальном расстоянии от камеры, какой будет в игре, теоретической игре, и просто начал уменьшать, уменьшать, уменьшать все карты до того момента, когда качество заметно ухудшается. То есть вот я пришел к такому варианту, что у меня вот такое разрешение текстур. С 85 мегабайт я получил всего 2 мегабайта на текстуры, что уже заметно лучше, естественно, то есть почти в 40 раз, если так посчитать. Но при этом модель выглядит точно так же. То есть тут даже, в принципе, говорить о балансе, можно не говорить точнее. Да, то есть меньше, лучше, здесь ничего такого. Несколько масок в текстуру, кстати говоря. Да, в принципе, тут лучше объединять. Естественно, конечно, не все текстуры. Обычно объединяют у нас металл roughness в одну текстуру. Опять же, кто знаком с материалами в Unreal, знает этот пайплайн, когда у вас одна текстура на две маски. То есть если я сделал бы то же самое со своим стулом, вероятно, я бы мог еще, скажем, сэкономить часть памяти и при этом увеличить металл текстуру до того же 256. Атласы на каталог ассетов. Это отдельный пайплайн, не все с ним работают, но тем не менее. Он заключается в том, что вы используете одну текстуру на несколько моделей. То есть, грубо говоря, вы делаете, скажем, диван, сделали для него материал в том же собственности, грубо говоря, и хотите сделать кресло из этой же коллекции. Оно выглядит так же, оно просто имеет другие габариты. Вам не нужно делать под него отдельный материал, просто сделаете у этого кресла такую же, точнее, развертку под эту текстуру, чтобы в итоге у вас как бы текстура накладывалась на кресло, та же самая текстура, правильно, да? Так вы получите, во-первых, меньше в работе, то есть вам не придется делать отдельный материал, вы сэкономите текстурной памяти, да? Ну и, в общем-то, вы будете, у вас два объекта будут выглядеть одинаково, да? Вот, кстати говоря, не знаю, кто-то видел, кто-то нет. В интернете одно время, ну, знаменитая достаточно сцена была, здесь парень сделал всю сцену, то есть все, что вы видите, я не знаю, вам лучше на боковых мониторах, наверное, посмотреть, все, что вы видите, сделано из этих двух текстур, то есть больше текстур, по сути, не используется. Это 512 на 256, насколько я помню, но вы можете представить, что, по сути, проект весил, наверное, меньше, ну, проект, конечно, больше, двух мегабайт, но все текстуры в проекте, естественно, меньше двух мегабайт, что очень хорошо. Пайплайн, конечно, имеет свои минусы, и чел говорит, что лучше бы он так не делал, но, тем не менее, это как пример очень хороший, когда выстраиваете несколько текстур на несколько моделей, да, одну текстуру на несколько моделей. Оптимизация материалов. Прошлая презентация у меня была, в принципе, уже в материалах, я много, наверное, не буду рассказывать про это, но давайте пробежимся просто по пунктам. Минимум сложных материалов. Тут, в принципе, тоже все понятно, то есть не раздувайте ваши материалы, очень сложно их не делайте, естественно, в видеокарте будет сложнее все это отрендерить. Если вы используете инстансы, чтобы отрубить часть функционала, да, то есть если у вас есть один огромный материал, и вы делаете инстанс от него, и просто часть функционала в этом материале, например, на этом месте, в этой модели вам не нужно, вы ее отключаете, да, соответственно, для этого нужно использовать static switch. Они, их можно заметить, он там на нижнем скриншоте, как они выглядят во всяком случае, да, они позволяют просто часть кода отрубить, чтобы в этом инстансе просто этот код не обрабатывался. Тоже свои минусы, свои плюсы, но, тем не менее, это можно делать, но тоже быть аккуратным. Меньше текстур, тут, в принципе, все понятно. Манипуляция UV на вертексах. В прошлый раз я тоже об этом говорил, и, по-моему, Владимир, да, извини, имя все время забываю, тоже говорил об этом и ни на одной презентации, в общем-то, что манипуляция UV, если вы хотите текстуру сдвинуть на всем материале, то лучше сдвигайте не текстуру, а сдвигайте саму развертку на этом материале, то есть вот это и есть на вертексах. Используйте блок material quality, это как раз для того пункта, когда у вас есть настройки в игре для пользователя графики, и, соответственно, если бы игрок поставил графику на минимум, вы просто-напросто в части функционала, опять же, в материале просто отключаете. Блок похож, ну, он чем-то свойственен, извиняюсь, не свойственно, схож с блоком static switch, поэтому, не знаю, в общем, использовать, не знаю, что тут еще сказать. Частицы эффекта. Вот это как раз часть может просто повлиять очень сильно на ваш проект, потому что неправильное использование частиц, ну, может просто свести производительность проекта, ну, я не знаю, в ноль, можно сказать. В особенности критично делать частицы очень большими на экране, поскольку сам шейдер прозрачный, который чаще всего используется в частицах, да и, в общем-то, сами частицы не дешевые, если они занимают очень много пространства на экране, каждый пиксель стоит отрендерить очень дорого. Соответственно, старайтесь, во-первых, использовать меньше частиц. Ну, тут уже зависит от проекта, но в любом случае не пренебрегайте этим. И плюс еще старайтесь делать так, чтобы частицы не занимали очень много пространства. То есть, грубо говоря, вот искры занимают там много, костера много, но если вы попытаетесь сделать туман на частицах, который просто обволакивает ваш, ну, экран, можно сказать, весь, то, соответственно, вы получите проблему в производительности. Если у вас много частиц, опять же, это касается искр, например, то используйте лучше не CPU, а GPU-частицы. Опять же, это не всегда полезный совет. Опять же, например, на низких видеокарточках, это может сказаться, например, еще хуже, чем, скажем, на компьютере с высокой видеокартой, извиняюсь. Но, тем не менее, часть просто можно перенести на GPU. Устанавливайте границы эмиттера. Здесь плохо видно, но у тех, кто на экране смотрит, в принципе, видят. Это достаточно важный параметр, поскольку отсекание от рендера частиц происходит именно по самим вот этим вот границам. То есть, если ваша камера видит границы, не обязательно сам партикл, то она будет рендерить и отображать сам партикл, обрабатывать точнее. Если эти границы не поставить, ну, в общем, тут, в принципе, хороший пример, кстати говоря. Можете видеть, насколько маленький вот этот костер у нас по сравнению с границами. Это значит, что костер, вы, например, не обязательно видите этот костер, но если вы посмотрите, например, даже вокруг него, он уже начнет обрабатываться. Это не есть хорошо. Соответственно, вот эти вот границы лучше поставить чуть-чуть поменьше, да, вот как бы, ну, описать вокруг основной части частицы, во всяком случае. Также используйте меньше дополнительных каких-то вещей, вроде коллизий, источников освещения. Кстати говоря, вот на моем прошлом проекте очень много ставили источников освещения на частицах, что очень сильно понижало FPS, да, то есть, чтобы каждая, вот, грубо говоря, искорка еще и свой источник испускала. И это очень плохо. Во всяком случае, так не нужно делать. Там один-два можно еще, но когда у вас штук 30 источников света, это тут уже проблемы. Ну, не знаю, по этому пункту, наверное, что еще сказать. Ну, динамические параметры разве что, которые тоже обрабатываются на CPU, тоже недешевые, в общем-то, их тоже поменьше. Оставьте. Ну, последнее у нас приведено, я привел здесь команду консольную, stat particles. За счет нее вы можете просто посмотреть, сколько у вас частиц в кадре, какую-то дополнительную информацию и так далее. Это, опять же, уже разговор больше про профайлинг графики, но в любом случае пользуйтесь. Это очень будет полезно. Что касается самого уровня. Здесь очень сильно зависит от самого проекта, от стилистики, от, не знаю, опять же, сеттинга какого-то, неважно. Тут очень много от всего зависит. То есть оптимизация для конкретного уровня, она всегда разная. Тут я не могу привести каких-то прям универсальных примеров. Я, конечно, постарался здесь привести, но это, конечно, больше подходит все-таки для открытых пространств. Используйте дальность отрисовки. Как вы можете видеть на правом слайде, самом на картинке, там очень-очень далеко видно в вашем пространстве. Соответственно, то, что далеко, там уже неважно, игрок все равно это не увидит, просто обрезайте. То есть траву, деревья, все это. Соответственно, вы можете просто повысить производительность. Используйте Instancing. Здесь, конечно, речь идет о foliage инструменте. То есть расставляйте растительность, деревья, траву с помощью как раз Instancing и foliage инструмента. Это не только ускорит время расстановки всей этой растительности, но и повысит производительность всей сцены. Особенно открытых пространств, где таких объектов очень много. Объединяйте детали в одно целое. Это сейчас, я думаю, очень актуально становиться будет, поскольку все больше и больше разработчиков используют модульное построение уровня. То есть у вас есть не сразу дом, а у вас есть отдельные окошки, отдельные окна, двери. И вы все просто в этот дом. У вас получается дом из тысячи объектов. Это очень плохо. Соответственно, этот дом лучше просто объединить в одну модель, поставить вот так вот и все. И, грубо говоря, она будет обрабатываться в одну модель, в один дрокол и рендерится, естественно, быстрее. Этот инструмент называется Actor Merging, если кто-то хочет загуглить. Он находится там в менюшке Window, Developer Tools, Merging Actors, если кому-то интересно, полезный инструмент. Ну и, опять же, для обоих закрытых и открытых уровней делите уровни, используйте стриминг. То есть если у вас, опять же, не видна часть уровня, просто ее обрезайте. Это и на CPU сэкономит вам время, и, естественно, на GPU. Динамическое освещение. Я статическое, к сожалению, пропустил, но там я могу порекомендовать разве что использовать меньшее разрешение Lightmap, то есть карта освещения. Потому что очень большое разрешение у вас не только повысит время просчета освещения, но и, соответственно, увеличит вашу текстурную… Ну, вот эти все текстуры будут весить очень много, текстурный запас у вас гораздо меньше будет. Что касается динамического освещения, меньше самих источников освещения, меньше источников освещения с тенями. Это очень важно, поскольку тени стоят… Они чуть ли не самые дорогие вообще в вашем проекте могут быть, если у вас динамика, конечно же. Поэтому старайтесь просто не пренебегать. Обычно, если у вас открытое пространство, то с тенями делайте только солнце, грубо говоря, или луну. Все остальное отключайте тени, иначе вы получите просто большое падение производительности. Упрощайте и комплектуйте тени. Тут, если кому интересно, лучше подойдите ко мне, спросите после, либо на вопросы отвечать я буду. Я просто не успею. Тут большая тема. Если вкратце, то у вас есть, например, очень большой забор, очень много в нем мешей, соответственно… Могу дольше? А, отлично. Ну, давайте я тогда поясню, раз мне разрешили, а то 20 минут мне дали, а у меня уже 20 минут. В общем, суть в комплектовании теней в том, что у вас есть, например, длинный забор, длинная стена, опять же, тот же дом, который из тысячи модулей состоит, и вам не нужно рендерить тени от всех этих предметов. Это очень накладно, это очень долго, потому что рендеринг теней – это, по сути, та же камера, которая рендерит вам эту же сцену только с своего угла, и потом уже по глубине проецирует это все. Но это уже технические подробности не суть. Соответственно, просто отключайте у всего этого забора дома или стены большой тени, просто чтобы теней не было, и ставьте, растягивайте большой один примитив, скажем, куб. У вас получится, что тени будут отбрасываться всего лишь от одного предмета, что, в общем-то, сэкономит вам время рендера именно самого освещения самих теней. Да, вы можете, ну, в общем-то, ускорить, опять же, само динамическое освещение. На прошлом проекте я тоже так делал, но мы получили где-то пару миллисекунд минимум за счет того, что я вот полсцены отключил тени и поставил вот шедоу-кастеры. Там я тогда вот так выражался о них, и, соответственно, это помогло достаточно. Последний пункт – это не то чтобы правило, просто попробуйте дистанц-филд тени. Если у вас динамическое освещение, дистанц-филд тени очень хорошо… ну, не то чтобы хорошо, они просто дают преимущество в производительности, то есть они чуть быстрее, и более того, если кто-то видит на слайде, они мягкие, то есть они позволяют создать эффект, что чем дальше тень от объекта, то, соответственно, тем сглаженнее она получается, то есть полутени, по сути. То есть выглядят красивее, реалистичнее, и при этом требуют меньше. Там, конечно, свои загвосточки есть, но, тем не менее, я как бы хочу, чтобы вы попробовали это, потому что многие хвалят очень. Давайте перейдем к профайлингу. Команда… ну, в общем-то, тут я, в принципе, привел, на самом деле, много команд, вы их можете воспользоваться. Очень полезные – это первая команда – профайл gpu в консоль. Она выводит вот такое окошко, которое вы можете видеть у нас справа. Здесь есть весь список, что за сколько времени у нас отрендер. То есть за сколько у нас партиклы рендерятся, за сколько у нас динамическое или статическое освещение, за сколько у нас модели рендерятся, ambient occlusion, постобработка, туман. Не знаю, там куча вещей, на самом деле. Я не буду их описывать все, но это очень полезный инструмент. То есть если у вас низкий FPS, вы просто так в любом случае не поймете, а почему у меня низкий FPS. Вы можете начать отрубать все-все-все, а в итоге выяснится, что там вам можно было выключить ambient occlusion, который и так никак не влияет на вашу сцену, и вы получите плюс 20 там FPS, грубо говоря. Соответственно, вот тут вот обязательно смотрите по графике с помощью этого окошка. Ну и консольные команды здесь, они позволяют в реальном времени обрабатывать вот то, что у вас рендерится, и смотреть за сколько это рендерится. То есть если профайл gpu, он останавливает кадр, снимает, грубо говоря, информацию, и в нем уже на эту информацию печатается. Соответственно, вот эти команды позволяют в реальном времени. Кстати, вот эта команда stat.gpu, она является отчасти аналогом профайла gpu, только в реальном времени. Ее не очень просто включить, но если у кого будет время, там подойдете ко мне, я вам скажу, как ее включить, потому что не у всех она заработает, там нужно в конфигах прописать. Либо, в общем, можете просто в группе там вопрос задать, и я отвечу потом. Третий пункт режима просмотра. У меня, к сожалению, скриншота нет, чтобы показать пример. Если вкратце, они находятся там, где переключение, там, где надпись лид во вьюпорте, там есть вкладка оптимизейшн, и там есть несколько режим просмотров, которые вам прямо во вьюпорте показывают какую-то статистику. Например, сложность шейдеров, которая рендерится у вас в данный момент. То есть если вы смотрите на дерево, оно у вас красное, явно с ним что-то не так, его нужно оптимизировать. Соответственно, это тоже полезный инструмент. Про оптимизацию логику. Тут у меня буквально один слайд, потому что, опять же, у нас время. Хотя мне дали больше, но да ладно. Тут, ну, это очень большая тема. Я затронул вот только основные вещи. Проще логика, это, естественно, лучше. Да, то есть если вы можете там определенные результаты добиться, при этом написав меньше кода, сам код будет оптимальней, он будет требовать меньше, естественно, пишите так, чтобы это было. Пишите событийно-ориентированной логикой. Это значит, что вы будете использовать события. То есть вам не нужно, грубо говоря, каждый тик сканировать, прошел ли объект сквозь другой объект. Просто возьмите событие, которое автоматически у вас вызывается, например, при пересечении объектов, и уже дальше пишите логику. Это оптимальнее, естественно. Ну и плюс используйте event-диспатчеры. Кто знаком, тот, в общем-то, знает. И, соответственно, используйте их по максимуму, чтобы у вас вся логика строилась на событиях. То есть когда-то что-то выполнилось, мы на это событие подвесились, грубо говоря, и дальше выполняем свою логику. Не нужно строить макароны, опять же, из прошлого слайда. Ну и, соответственно, на тик ничего проверять. Меньше логики на тик как раз. Да, тут, в принципе, все очевидно. Старайтесь просто-напросто тик вообще исключить из вашего проекта. Заменяйте либо таймерами, либо как-то по минимуму где-то там используйте, я не знаю, на одном объекте максимум или там в персонаже, который и так главный. Но старайтесь как-то минимизировать это. И также важный пункт. Учитывайте всегда в логике запас кадра перед GPU. Имеется в виду запас времени рендера. То есть обычно у вас, например, сколько у нас? 60 FPS. Это 16 миллисекунд, если я помню. То есть вот у вас есть 16 миллисекунд запаса, чтобы выполнить вашу логику. Как правило, логика, если у вас там какая-то стандартная игра, я имею в виду не стандартная, а шутер, то есть где логика просто простая или оптимизированная, соответственно, у вас код будет выполняться за 5 миллисекунд. И где-то можно схалтурить ради того, чтобы просто в дедлайн уложиться, и это ничего страшного. Просто я как бы хотел сказать о том, что у вас в любом случае кадр будет рендериться дольше, чем сама логика. Ну, здесь у меня длительный профайлинг. Не знаю, как его еще назвать. Последний пункт. Это очень полезный инструмент, который позволяет профайлить и графику, и логику одновременно, и при этом делать это не в один кадр, и делать это удобно. Вы с помощью вот этих консольных команд записываете специальный файл, который можно будет найти потом вот в той папке, я там написал. Далее открыть вот это окошко, здесь менюшко, если кто хочет, сфотографируйте, и нажать загрузить через вот эту кнопочку, этот профайлинг, то есть всю информацию. И потом у вас выведется весь список за все это время, что на что ушло. То есть, грубо говоря, за сколько у вас выполнилась определенная функция в вашем пулпринте или коде, за сколько у вас там отрендерилось, я не знаю, определенный аспект вашей графики, сцены, например, тот же там партиклы, например, и так далее. Очень полезный инструмент, о нем можно тоже часами говорить, но просто знайте, что он есть, постарайтесь в нем разобраться, загуглить, если что. И, в общем-то, такие дела. Это все. Всем спасибо, если вопросы у нас еще. Время есть. Да, скажем спасибо Александру. И какие вопросы к докладчику? А дополнить можно, если что? Да, почему нет? Давайте, кто первый? Спасибо за доклад. Какие, можете сказать, особенности по разным платформам, мобильный, компьютер, консоль, если вдруг сталкивались? Ну, смотря о каких особенностях идет речь, потому что, например, на мобильных устройствах там море особенностей. За счет того, что они, очевидно, слабее, у них много ограничений, просто там этих особенностей уйма. На ПК особенностей, ну, не знаю, у них больше производительности. Единственная особенность, которая отличает ПК от всего остального, ну, за исключением Андроида, то, что там очень много железа. То есть, когда у вас есть консоль, например, вы точно знаете, какой у вас процессор, видеокарта, и вы, грубо говоря, уже знаете ваш бюджет. В ПК вы, к сожалению, бюджета, ну, и в Андроидах, кстати, тоже. Вы бюджета этого не знаете, вы не знаете, во что нужно укладывать производительность вашего проекта. Там сложнее. Я не знаю, если честно, о чем вы спрашивали, но во всяком случае… С точки зрения оптимизации имеется в виду. То есть, ну, то есть, все советы, которые были приведены в данной презентации, они общие и как бы подходят отлично ко всему. Но вот, скажем, на мобильных устройствах, возможно, вы знаете, что в движке стоит обратить на это внимание и посмотреть, прооптимизировать. На консолях, например, однозначно очень медленная система ввода-вывода с жесткого диска, например. Ну, какие-то вот такие, не знаю, советы, примеры, с чем вы действительно сталкивались. Но тут нужно, на самом деле, смотреть по конкретной платформе очень много, действительно. Ну, конкретно. Конкретно ваш пример, я не знаю, с какими его платформами работаете. Вот, например, у меня, если вы хотите именно кейс какой-то, то есть, в случае, разрабатывая проект на мобильной платформе, я старался просто как можно меньше, скажем, текстур укладывать, поскольку на оперативке, да, опять же, там мало самой памяти в устройстве, да, я старался просто от текстуры вообще отказаться. То есть, я все раскрашивал, все модели закрашивал вертекс-пейнтом, грубо говоря, да, то есть, вот как пример, если я ответил на ваш вопрос. Да, с консолями я не работал, к сожалению. Ну, я не знаю, что еще сказать, на самом деле, из примеров жизни. Еще вопросы? Спасибо за доклад. Вопрос такой. Берем платформу ПК, и, ну, я говорю со стороны художника, вот я вижу три способа, как я могу занести материал. Скорее всего, их больше, но берем сейчас. Это Substance Designer, соответственно, через плагин, берем материал, потом разгоняем его нодами в Unreal, или я этот материал полностью отрисовываю в Substance Painter и просто загружаю текстурной картой. Если мы берем это, говорим про тайловые материалы, которые должны чуть-чуть отличаться, как мне лучше поступать. То есть, например, вот я не понимаю, как работает плагин с дизайнером, он создает эти карты, то есть с точки зрения оптимизации сталкивались вы с этим моментом, потому что как работает дизайнер, этот плагин мне не до конца понятно. Ну, с плагином от дизайнера я на самом деле не работал, насколько я знаю, но я сразу скажу, что я не гарантирую правильность ответа, что Substance плагин, он встраивает именно Substance. То есть, грубо говоря, вы в самом Substance дизайнере пишете генерацию вашего материала, и вся эта генерация работает уже в рантайме у вас в Unreal. То есть это не всегда хорошо. В Substance, если вы делаете именно через плагин, то в Substance тоже нужно учитывать вот эту оптимизацию. Если вы в Substance все это запекаете в текстуру и переводите, естественно, уже не важно, какая там генерация, насколько она долгая, хоть час, вы все равно просто уже вставляете текстуру. Вот как пример со стулами у меня там. Я просто экспортировал уже готовые текстуры и все, соответственно. Но с Substance именно вот с плагином я, к сожалению, немного работал. Но насколько я слышал, что все вот эти вот процедурные материалы, иногда хорошо, потому что текстуры не нужно использовать, иногда плохо, потому что это генерация в реальном времени. Она все-таки работает каждый кадр, это нужно тоже учитывать в шейдере. Так что вот так вот. И, соответственно, если сравнить с Vertex Paint, если мы берем три текстуры и начинаем там по RGB их раскрашивать для универсальности, это насколько загружает нашу машину? Потому что, опять-таки, со стороны художника я плохо момент понимаю. Ну, тут, в принципе, смотря, опять же, как использовать, смотря, сколько там за этим Vertex Paint стоит, но в целом, как сам способ, это, в принципе, не очень дорого. То есть если вы будете просто смешивать там пару текстур по этому способу, то это будет, в принципе, нормально, приемлемо. Но, опять же, зависит от того, сколько таких объектов на сцене. Просто, опять же, суть оптимизации в том, что просто конкретно под каждый проект не расскажешь так. То есть в общем, в принципе. Короче, толковых, по сути, именно универсальных рекомендаций таких нет. Все равно это приходится по-живому. Это, на самом деле, от проекта больше зависит. Но, в принципе, как бы вас ничего не останавливает. Вот как раз по профайлингу вы можете просто смотреть, какой у вас там запас есть. И, в принципе, использование Vertex Paint это не так уж и плохо. Спасибо. Я немножко дополню Александра. Использование Vertex Paint, можно сказать, стоит ноль. Поэтому, если вы его используете, вместо использования масок, используйте на здоровье. Еще были вопросы? Спасибо. Вы в докладе, во время доклада показывали слайд с командами. Там есть одна неплохая команда, statunit, которая показывает миллисекунды по гейму, draw column, по-моему. По draw column можно найти в сценарендеринг. Извиняюсь, я перебью. Да, и GPO. И вот такой вопрос. Вот часто, когда, ну вот я сталкивался, например, ситуация, гейм по миллисекундам равняется GPO. Соответственно, после этого я делаю профайл GPO, я вижу, что там миллисекунды меньше. Как бы что это означает так вкратце? Почему? Ну, скорее всего, просто из-за того, что у вас вот гейм-трэд, то есть это в основном уже процессор. То есть логика загружена в этом случае. И она как бы ждет. Ну, это не обязательно может быть, кстати, логика. То есть не обязательно то, что написано именно вами. Это может быть в системе Unreal саму или то, что просто, грубо говоря, уже в графических библиотеках подготовка и так далее. Но если это одинаково, то, вероятно, вам просто нужно этот гейм-трэд оптимизировать. Скорее всего, да. Вот так вот. То есть, ну, это просто много, потому что вы уже вышли за пределы, и, грубо говоря, естественно, у вас будут… То есть кадр рендерится за то время, что максимальное. То есть либо логика у вас максимум за то время, либо графика у вас максимум. Ну, то есть если профайлинг GPU показывает меньше по миллисекундам, это означает, что GPU ждет CPU в данном случае. Еще раз. CPU жрет. Значит, мы видим одинаковые миллисекунды на гейм и на GPU, на GPU. Когда я делаю GPU профайлинг после этого, другую команду, я вижу, что там миллисекунды меньше, чем показывает юнит. Соответственно, вот вопрос. Это означает, что GPU ждет CPU в данном случае? Ну, он в любом случае будет ждать. Да, ваш вопрос – это именно GPU ждет CPU. К сожалению, этих команд недостаточно для полноценной картины. Стоит использовать вот профайлинг, о котором Александр рассказал, который он назвал, я не помню как, там на следующих слайдах, который показывает состояние каждого потока. Сам очень много времени уходит на синхронизацию потоков. Есть такое понятие, как CPU-столлинг, и вот именно он там и сказывается. То есть у вас GPU сама отрисовка работает быстрее, чем ожидание передачи данных с CPU на GPU. И вот, кстати, следующий еще один вопрос по следующему слайду. Когда используешь вот этот расширенный профайлер, где можно посмотреть команды, он не объективные данные дает, потому что он снимает все ресурсы, которые используются в данный момент компьютером. То есть это и приложения, которые работают в этот же момент времени. И там могут выдаваться миллисекунды, там по несколько сотен. И вот вопрос, как максимально актуально выжать из этого профайлера информацию. Если хочешь, можешь ответить. Я не против. Да, возьму на себя этот ответ. Смотрите, главная проблема вот этого профайлера, когда вы начинаете писать вот эту вот команду, да, старт, старт файл, собирается очень много информации. Сам сбор этой информации по себе занимает очень много времени CPU. Поэтому, когда вы видите вот эту информацию, она искажена. Она искажена записью на диск, она искажена самим процессом сбора вот этой информации. Она не является честной. Для чего она используется? Она используется для поиска самых критичных мест, которые вам стоит оптимизировать. То есть вы сразу же отсекаете тут некоторые потоки, которые вам не нужны. Допустим, потоки файлов, файловой системы. И смотрите на игровой поток, на поток эффектов, поток рендера. Из них вы вычленяете, что конкретно в вашей логике жрет больше всего и обращаете на это внимание. Если вы хотите получить наиболее честную картину, как у вас работает приложение, вам нужно использовать профайлер, например, Visual Studio или самый идеальный вариант использовать профайлер Xcode. Вот лучший инструмент, чем профайлинг Xcode, я пока не видел. Он очень удобный, он позволяет увидеть реальную картину без, скажем так, затрат на сбор вот этой всей информации. То есть это как бы такой первый уровень профайлинга, чтобы самые такие крупные куски вычленить. Для более детального профайлинга используйте вот Xcode, например. Спасибо. Есть последние два вопроса. Здравствуйте. Параллакс или тесселяция? Что нагрузнее? Хороший вопрос на самом деле. Параллакс или тесселяция? Ну, я бы назвал на самом деле… Если честно, в принципе, может быть и то, и то. Может быть, меня поправят, конечно. Я с параллаксом, я с ним… Ну, не то чтобы не тружу, я его просто редко использую, насколько я знаю. Но вообще, в зависимости от того, как вы интенсивно все используете. То есть если вы везде, наверное, используете параллакс, грубо говоря, он будет дороже. Ну, это, в принципе, очевидно. Но если сравнивать… Я не знаю, если честно, тут просто и то, и то может быть дороже. Я не могу просто, наверное, ответить. Ну, если у меня есть, например, материал, там камушки торчат, мне нужно, чтобы они были реально ощущались как трехмерные. Что мне выгоднее будет? Мне будет их выгоднее затеселировать, чтобы там геометрия была в силе за параллаксом? Ну, я думаю, что параллакс будет дешевле в данном случае. Просто, опять же, зависит от геометрии, от слоев параллакса и так далее. То есть если у вас там, грубо говоря, два слоя параллакса, то есть совсем небольшое выдавление, оно будет же гораздо дешевле. Ну, если вы там сделаете прям чуть ли не реальное выдавливание с помощью параллакса, он будет дороже. Плюс в параллаксе они еще в Unreal ввели тени параллакса. Соответственно, это тоже относительно нагружает вашу систему. Но, с другой стороны, так, я сейчас говорил про параллакс. С другой стороны, дисплейсмент может, я не знаю, даже по профайлерам я вот не тестил, но мне кажется, что в больших объемах параллакс будет дороже, во всяком случае. Может быть, меня поправят, на самом деле. На самом деле, просто они используют различные ресурсы. То есть если параллакс у вас считается в пиксельном шейдере по своей натуре, то тесселяция нагружает вертексный шейдер. Вам нужно тут смотреть от конкретного проекта. Если вы нагружаете сильно пиксельный шейдер, лучше использовать тесселяцию, чтобы разгрузить пиксельные шейдера. И наоборот, если вы повсюду используете только тесселяцию, везде считаете UV-шки на вертексах, вам надо будет разгружать вертексный шейдер и переносить на пиксельный шейдер. То есть здесь такой баланс, и однозначного ответа, к сожалению, нет. Спасибо. И последний вопрос, если есть. Можно пару слов по оптимизации фоли-эйджей? А что конкретно интересует? Есть ли какие-нибудь особенности? Например, стоит ли объединять какие-то меши в один или так далее? Ну, малое количество, в принципе, смысла нет. То есть если у вас там на сцене где-то два камушка одинаковых, смысла их нет объединять в Instance. То есть это может быть даже хуже, например. А стоит использовать его только когда у вас действительно огромное количество, то есть тысячи и больше, например, одинаковых объектов, которые причем в одном кадре. То есть Instance для того создан, чтобы просто-напросто все вот эти объекты скомпоновать в один draw call, то есть в один отрисовку, и, соответственно, отправить у вас на GPU. Но если вы там будете инстансить, грубо говоря, объекты с разных частей, вы не получите никакой производительности. У нас в старом проекте, по-моему, так я потестил, иногда было даже хуже.